Конор Гневный 1000 золота вам предлагают саму машину, тематический аватар, соответственно слот в ангаре, чтобы тачку поставить можно было, если вдруг такого слота у вас нет, ну и открытое все оборудование, которое не поможет вам сэкономить практически ничего, точнее не так. Если вдруг вы где-то бесплатно получили Конора Гневного, то вполне спокойно откроете на него оборудку и я не думаю, что по своей серебряной копилке увидите прям какие-то существенные изменения. Что собой представляет Конор Гневный? Странная тачка, один из лучших фармеров по коэффициенту фарма, это действительно так и есть, но очень сложно реализуемый. Потому что ездит он крайне странно, у него скорость движения вперед 12 км в час, а назад 32 км в час. Ну, короче говоря, такая себе шутка юмора от разработчиков, я не знаю, честно говоря, зачем так поиздевались над ним, наверное, для того, чтобы все как раки ездили задом наперед. Ну и, соответственно, сами раки с этой машиной справиться не смогут. Не люблю этот термин, но подразумеваю то, что те ребята, которые не очень хорошо играют, понятное дело, что еще и передвигаясь задницей вперед, ну это только усложняет задачу по реализации и без того не сильно легко реализуемой тачки. Кстати, что касается реализации орудия, здесь, ребят, в принципе, меня смущает больше всего, по большому счету, два показателя. Первый показатель это угол склонения орудия вниз, минус 7. Он заявлен как довольно неплохой, но в то же время играется очень сложно и это тачка без рубки, но с задним расположением оной, которая просто является монолитной. Ну и, соответственно, этот угол склонения на неровностях, ну прям совсем ужасно себя показывает. Второе, то, что меня смущает, это пятерка и время сведения 3,3. Мне бы хотелось, чтобы все-таки сводилось хотя бы в районе 3 секунд, ну просто для комфорта, потому что мне этого показателя постоянно не хватает. Что касается времени перезарядки, то 4,5 секунды очень даже круто. Что касается ДПМа, то да, 2200 практически, но реализовать его возможно только если вы успели приехать куда-то на какую-то позицию, там остановиться и по засветам своих союзников будете отстреливать. Ну и, соответственно, не будете попадать в прицелы, потому что у Конора танковать просто нечем. Что касается пробития, то 171 на своем уровне просто великолепный показатель. Ну а что касается урона, то 160, я считаю, что для пятерки тоже довольно-таки приятно. Ну что, ребят, давайте попытаемся взять машину, поехать на ней покататься, посмотреть на что она способна. Ну и, в принципе, плюс-минус получим понимание, стоит ли 2500 голды ко дню Святого Патрика, который, между прочим, 17 марта празднуется. А тачка появилась на продажу почему-то сегодня, 16 числа, но все-таки покупать или нет, сейчас будем напосмотреть. Ну что, ребят, давайте будем начинать заценивать в отношении движения вперед. Ну вот вам 12 км в час, и это просто ужасно, жесть жестокая, едешь тяжелее, нежели АТ-2. Если вы развернетесь, а разворачивается, в принципе, бодро и будете газовать задом, то, ну, разница чувствуется, но тоже, согласитесь, не предел мечтаний. Потому что вот это, в принципе, максимальная скорость, с которой вы будете передвигаться по карте. Причем будете делать это, как я уже сказал, и причем неоднократно будете делать это задом наперед. Что касается комфорта игры на данной машине. Играть на данной ПТ-шке на ПК еще куда не шло, потому что здесь ты, в принципе, зажимаешь вполне спокойно соответствующую клавишу, двигаешься назад, при этом мышью разворачиваешь себе обзор в отношении того, куда ты движешься. Ну и, в принципе, все. Да, то есть можно, в принципе, с этим справляться. И, помня о том, что ты едешь задом вперед, ты, соответственно, вместо того, чтобы нажимать лево, нажимаешь право и таким образом вписываешься куда-то в повороты. Ну вот, ребят, играть на телефоне на данной ПТ-хе в край сложно и в край неприятно. Просто потому что ты реально вынужден постоянно делать все то же самое, но в край неприемлемый способ в отношении джойстика, расположенного на экране. Короче говоря, совсем, совсем, ребят, не то и ничего хорошего в этом абсолютно нет. Что касается времени сведения. Хотелось бы, чтобы сводился он чуть быстрее, но в целом можно к этому привыкнуть. И, скорее всего, я больше уже придираюсь и прям совсем цепляюсь, возможно, где-то на какой-то другой ПТ-шке. Меня бы этот показатель устраивал. И, наверное, это больше связано с тем, что дискомфорт от тактики передвижения, точнее, от способа передвижения на данной ПТ-хе, он настолько великий, настолько удручающий, что все остальное тебе кажется тоже не сильно приемлемым. И хотелось бы, чтобы в других показателях машина была немножечко получше. Ну, знаете, так, типа, перекрывало недостатки вот этих вот всех, мне, честно говоря, не совсем понятных приколов. Ну и все, в принципе, поиграл, да. То есть попал под КВ-2, под раздачу. Сначала от Черчилля получил, но я думаю, что КВ-шник, в принципе, и так меня мог вынести, потому что картон картонный. Не знаю, ребят, стоит ли делать еще одну катку. Сейчас взойдем. Взойдем все-таки еще в один бой. Мало ли, вдруг, вдруг получится что-то получше. Но забегая наперед, вот этот вот прикол со скоростью передвижения машины, перевернутый наоборот, он, в принципе, и хоронит сам танк, саму ПТ-шку. И связано это, в первую очередь, с тем, что сначала в начале боя ты тратишь время на то, чтобы развернуться и задать себе вектор движения. Потом, с не очень классной, приятной скоростью в 32 км максималки, ты пытаешься добраться туда, куда тебе надо. Ну, вот, как это у меня было сейчас в начале боя. Когда ты туда добираешься, не факт, что ты приехал туда вовремя, это раз. Ну, а второе, что стоит помнить, что когда ты приезжаешь туда, то тебе еще необходимо остановиться, развернуться, после этого включить прицел, ну и, соответственно, пытаться в кого-то свестись. А это все тоже занимает время. Кстати, ребят, по поводу того, что все это занимает время, так время еще и полбеды. Прикол заключается в том, что на линию огня, там, где ты, в принципе, должен как-то сосредоточиться на своих соперниках, ты прибываешь своей кормой, которая крайне легко пробивается всеми, кому не лень. И ничего хорошего ты с этого, понятное дело, не получаешь. Сейчас попытаюсь как-то вот здесь постоять, немножко попытешить, хотя не думаю, что это даст какие-то прям суперкрутые результаты. Что касается того, кому стоит купить Конора Гневного. Единственное, кому стоит купить Конора Гневного, это коллекционеры, у которых Конора Гневного нет, и они просто хотят, чтобы эта тачка была у них в ангаре. Фармить на данной машине вы не сможете, лучше, понятное дело, фармить на восьмерке, пусть даже с более низким коэффициентом по фарму, но, по крайней мере, при этом еще и умудряясь что-то позитивное, полезное в бою делать. Так, все, 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 я понял, я понял, я уехал, все нормально, не надо, не надо, ребят, пожалуйста, не делайте это. Блин, все равно разобрали. Короче говоря, ребят, давайте будем говорить откровенно. Конор абсолютно неиграбельная ПТшка. Конор, хоть у него и прям заоблачный коэффициент фарма, при этом все не фармит, как вы не крутитесь. Может быть, и на 10-15 боев будет какая-то катка, в которой вы будете получать нормальное количество настрела за бой, ну и, соответственно, будете получать серебра. Но помните о том, что это пятерка, и особо много серебра она вам все равно не принесет. Как-то раз, точнее, в очередной раз, когда у меня на канале были розыгрыши, они на канале проходят довольно часто, можно было победителю выбрать себе один из танков пятого уровня. И достаточное, кстати, количество игроков выбирает именно Конора Гневного, когда побеждают у меня в розыгрыше. Одного из победителей я спросил, почему, почему выбор падает именно на Конора Гневного, а не на любую другую машину, которую можно выбрать из списка более 15 тачек. Почему это? На что я получил ответ? Любую другую я могу себе купить за голду, и мне не будет жалко этого золота. А на Конора Гневного тратить голду меня жаба давит. Ну и, соответственно, получить его бесплатно, это нормальный вариант. Что касается получения бесплатно, я считаю, что к Дню Святого Патрика такую тачку, как Конор Гневный, разработчики могли бы закинуть абсолютно спокойно в каком-нибудь ивенте, в котором необходимо было бы нанести какой-нибудь там урон, я не знаю, собрать какое-то количество побед. Ну, короче говоря, сделать что-то такое интересное, прикольное, чтобы ребята могли получить данную, в принципе, безобразную, и, я бы сказал, по своим возможностям практически никчемную ПТшку, абсолютно бесплатно. А лучше всего, если бы этот ивентик касался игры на песочных танках. То есть, для того, чтобы получить Конора Гневного бесплатно, получить, допустим, там, я не знаю, какое-то количество побед, играя на танках с первого по четвертый уровень. Ну, окей, хорошо, тогда там началась бы какая-то веселуха в песке, ребята бы заходили, а на время, допустим, этого ивента можно было бы вообще отключить, допустим, там, сбор статистики и все остальное. И тогда было бы весело и интересно. А покупать за 2,5 тысячи, мне кажется, дороговато. Пишите свое мнение обязательно в комментариях, и если вы за честность автора на его канале, то подписывайтесь на канал прямо сейчас и ставьте лайк данному видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.